Привет, с вами Виконста. Сегодня мы поднимаемся на гору Алчак-Кая. Смотрите, какой вид открывается на сам Судак. Способов подъема очень много. Один из них здесь находится, второй, третий, четвертый, то есть очень много. Поэтому, я думаю, здесь не заблудитесь. Как видите, тропки натоптаны, поэтому нужно идти нам вот туда. Ну, а потом туда. Конечно, погодка сегодня шикарная. Во-первых, не жарко, ветра нет. Но посмотрим. Главное, чтобы нас не застал дождь вот там сверху. Подъем хочу записать от А до Я, чтобы вы немножко прочувствовали атмосферу крымских гор. Кто не знал, то горы это коралловые рифы. Когда-то давным-давно Крым был под водой. Но вот это все, это остатки закаменелого известняка. Если там подойти поближе чуть, я вам там покажу, посмотреть в разрез на эту гору, то можно увидеть закаменелых моллюсков. Поэтому вот эта вся территория была заполнена водой. А так, конечно, гора у нас невысокая. Всего лишь 153 метра. Но нужно будет ее одолеть. Посмотрите, кто-то там уже наверху стоит. Вообще, кто собирается в Крым, то обязательно посещайте интересные места, которые расширяют ваш кругозор. Берите с собой воду, спортивную обувь и вперед за новыми приключениями. Видите, вот такая вот дорожка. Поэтому нужно одевать спортивную обувь, не забывайте. В хлебанцах тоже, я смотрю, поднимаются, но неудобно. Очень много растений, которые будут встречаться нам на пути. И, кажется, начинается маленький дождик. Будем, если что, прятаться вон под деревьями. Ну, оттуда, я надеюсь, будут открываться потрясающие виды. Так, ну мы взяли с собой доп. оборудование в виде зонтика. Поэтому дождь нам не страшен. Я думаю, долго он не будет идти. Потому что тучи там должны заканчиваться. Где-то. А там посмотрим. Если начали дело, то нужно заканчивать обязательно. Не бросать же видеоролик на полпути. Вот еще вид. Немножко выше поднялись. И только шум дождя над зонтиком прерывает тишину. Красота. Везде вас окружают горы. Вообще климат крымский очень интересный. С севера его закрывают горные массивы. Поэтому зима здесь теплая и мягкая. Северные ветры прикрываются этими горами. Видите, тропа здесь протоптана капитально. По-любому не собьетесь в курс. Лучше всего посещать такие места с самого утра. Ну, хотя бы до палящего солнца. Потому что, если вы в жару пойдете, то 100% вам не понравится. Так как очень жарко. Вот подушка. Ну и смотрите. Спустя некоторое время мы на самой вершине этой горы. Фух. Вот вам и вид. А вот там дождь идет. Видите? Прям полосой. Класс. Посмотрите, какая природа. И вот тоже туристы путешествуют. Еще и с маленьким ребенком. И вот вид на судак. Так, ну что, давайте спустимся и пойдем в сторону мыса. Почему Алчак-Кая? Потому что в переводе это слово означает низкий. Поэтому низкая гора. И, как видите, коралловый риф. И тут начинаются дикие пляжи. Дождь шикарный там идет. Ни одного корабля не видно. Видите? Я уже сюда зашел, а тут туристы были. Представьте это. Во сколько они сюда пришли. очень рано, видимо. Да, хорошо, что зонтик взял. А так бы, конечно, намочил меня дождик. Но ветер в ту сторону, вот туда, в сторону моря, я думаю, эту тучу отгонит и будет нормально. Ходить здесь, переходить. Поэтому, если вы любите активный отдых, то нужно будет посещать вам побольше мест. Чтобы запомнилось надолго вам. Связь здесь прекрасно ловит. На возвышенности. А так, по городу есть два мобильных оператора. Это Вин и Волна. По поводу тарифов, пакетов. Ну, я покупал 25 гигабайта интернета. Около 300 рублей что-то заплатил. плюс-минус. У безлимитного интернета сейчас нет. Может, будут водить какие-то пакеты, но пока нет. 3G по городу слабенький. 4G практически не ловит. Ну, интернет так себе. Ну, во-первых, горная местность. Вышки здесь очень плохо пробивают. Хотя вот одна стоит вышка. Накрывает. эту сторону поселка. Ну, какая гроза. Да, дождик там хороший идет. О, кстати, человек вышел по телефону поговорить. Внизу там не ловит нифига. Сейчас посмотрим, какой вид здесь. Вот. А здесь мы видим Судакскую бухту. Смотрите, еще люди купаются подождем. Ну, а что делать? Вода и так мокрая. Я с зонтиком на фоне Судака. Мы с Олчак. Гора Олчак-Кая. Опускаемся вниз. Вот туда, там, где камни. Вот видите, там кораблики плавают. Маленькие-маленькие. Вообще, Крым это уникальный курорт. В плане того, что здесь можно активно отдохнуть. То есть, вы приехали и не чилитесь только на пляже. Ну, а можно еще походить, полазить, посмотреть что-то. Вот это мне нравится. И плюс вам показать вот такие виды. Закончился дождь, что ли? Может. спускаться хорошо, но потом нужно будет подниматься. Но не без этого. По-другому никак. Тут еще более-менее нормальный спуск. То бывает, как залезешь на гору, так там вообще капец. Подняться, подняться, а спускаться запомните всегда тяжелее. Класс! Не жарко, дождик немножко пылючку прибил. Он с песиками даже ходит. Вот это им забава. Нормально прогуляться так с утра. Ну, там разрывы есть, молнии. тишина полнейшая. Нету этого шума, гамма. Класс! И вообще, я люблю посещать места, где минимальное количество людей. Потому что так вы на самом деле будете ощущать настоящие эмоции, когда вы один и наедине с природой. Вот как сейчас. я, зонтик и гора и гора гора и посмотрите, там вообще дикие пляжи. Тишина, как будто затишье перед бурей. ну, как видите, сюда не доходит дождь. Вот где дикие места. Сейчас я переключу камеру и покажу. Посмотрите, вообще никого нет. камни. Такие валуны валяются. И только вон рыбка где-то плавает. Здесь даже вдоль обрыва есть такая тропинка. Шикарные места. Здесь должна быть красивая фоточка. По идее. Можно заскринить и на заставку. Ну что, продолжаем наш путь. Там внизу будет Эолова Арфа. Это то место, где при определенных потоках ветра вы будете слышать какие-то прекрасные звуки. Но это по рассказам и по описанию. Как это на самом деле будет, я не знаю. Представьте, сколько людей уже посещали эти места. Это десятками тысяч. Тут даже сотнями тысяч. тропки здесь натоптанные. Я думаю, трава здесь не будет расти лет 300 так точно. Все вытоптано до камней. Хотя вот эти как-то деревья растут. сами селись переносили птицы. Ой, какая здесь благодать. Ролик такой простой, но в то же время отдыхающий. Без всякого шума, гама он не нужен сейчас. очень много информации можно рассказать вам, прочитав википедию, описание, но это будет неинтересно. Вот те эмоции, которые я чувствую сейчас, я пытаюсь передать вам. Посмотрите, вот с этой стороны еще вид на море. Ну как вам? Нравится такой отдых? классно. Кто бы что ни говорил, ну чувствуете какой-то отдых, спокойствие на душе. Хочется сюда приехать еще и еще. очень много мест в мире, не только здесь поблизости, где вы находитесь, но если у вас такая есть возможность, то путешествуйте. если есть еще фотоаппарат либо видеокамера, то оставляйте себе фотографии и видео на память. Потом будете сидеть дома перед телевизором или перед ноутбуком, компьютером, телефоном, сядете и будете смотреть. Такие будете вспоминать. Вот, а я здесь был, здесь был. Ну прямо сейчас я стою сейчас на этой горе, а вы смотрите этот видеоролик. Сейчас я нахожусь здесь, но через некоторое время, когда это видео выйдет, я уже скорее всего, что буду дома. И буду вспоминать, пересматривать этот видеоролик и немножко буду чувствовать те эмоции, которые я ощущаю прямо здесь. Тучи уходят в сторону моря. Видимо дождь всех распугал и никто не идет. А дождь начинается. то усиливается, то заканчивается. Представьте, вот если был бы разлом в скале, то можно было бы увидеть окаменелых моллюсков. Это все была вода. Вода это дно. Ну, вот как сейчас вы представляете, что такое коралловый риф. Где-то на берегу океана есть грубо говоря наросты, которые растут, сами по себе развиваются и спустя некоторое время превращаются в камень. Вот как здесь. Ну, и вот обрыв. Поднимаемся чуть выше. пляж. Вот вам идите еще пляж. Вот там даже люди есть. Что-то делают. Вот. красиво. Еще вид на судак. Ну, а позади меня Черное море. Вода бирюзовая. Видимо, не глубоко здесь все просвечивается. Кажется, дождь начинается. А нам еще подниматься обратно наверх. Ну, спустились, значит, и поднимемся. Сегодня мы побывали на горе Алчак-Кая. Если вам понравился этот видеоролик, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну, и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока! Пока!